Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия массовой аварии на улице Аделя Кутуя. Через больную сплошную у него врезался, он на меня, я на это, да вон Мерседес, сам сайт, который у него врезался. Пять разбитых автомобилей практически полностью перегородили проезжую часть в обоих направлениях. Расскажем, как, возможно, нетрезвый грузчик на чужой машине протаранил внедорожник. Я не раз прийти за рулем, не сидел. Как я мог убрать? Что заставило его сесть за руль? И расплата здоровьем за сэкономленное время. Отсюда поворачивал, за стойки не увидел, что-то, а я салану. На улице Клары Цеткин женщина попала под колеса иномарки. Это и не только прямо сейчас. Крупное ДТП произошло на улице Аделя Кутуя в Казани. Там столкнулись сразу пять машин. Автомобили практически парализовали движение в обоих направлениях, так как были разбросаны по разные стороны дороги. Удар был сильным. По предварительным данным пострадали два человека. Альбина Минебаева продолжит. Жена пошла с рампу. Пострадала у него девушка. В аварии пострадали как минимум два человека. Если пассажирка Лада Приора от госпитализации отказалась, то вот пассажирку Митсубиси Лансер увезли в больницу на скорой помощи. Удар пришелся как раз на ее сторону. По рассказам очевидцев, именно автомобиль, в котором находилась пострадавшая девушка, спровоцировал массовую аварию. Митсубиси хотел здесь резко развернуться двойную сплошную. Митсубиси, а тот даже не успел на тормс нажать. И прямо снес, и он туда улетел. Снес, снес его, считай. Этот разворачивает, кидает на Приора, Приора на меня. А не управляя Мерседесом, он уже туда ушел. По рассказам участников аварии, водитель Митсубиси начал разворачиваться через двойную сплошную линию. Шофер Мерседеса, едущий по встречной полосе, такого никак не ожидал. И остановиться уже не мог. Как итог, два пострадавших пассажира и пять разбитых автомобилей. Я за него ехал, сзади него ехал. Он передо мной начал разворачиваться резко. Ну вот сейчас, давай. Степень вины водителя Митсубиси определится на разборе в автоинспекции после определения диагноза у всех пострадавших. Альбина Миневаева, Арат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Три человека сегодня пострадали в результате столкновения фуры трех иномарок. Toyota Land Cruiser, Renault Duster и Kia Rio на 871-м километре от расы М7 в Пестричинском районе. По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовиком. После иномарка врезалась в Renault и затем в Kia. Серьезно пострадали три человека, находившиеся в корейском автомобиле. Это 20-летний водитель и двое его пассажиров. Все жители Менделинского района Татарстана их срочно госпитализировали. Момент лобового столкновения двух иномарок и грузовика на трассе Казань-Боровое Матюшино попал в объектив видеорегистратора. На повороте в село Усады не смогли разъехаться Toyota Auris, Kia Ceed и грузовик Gaz. На съемке видно, что грузовик выезжал из села, водитель хотел повернуть налево и пересекал главную дорогу. По ней ехала Toyota, которую водитель большегруза не пропустил. После удара легковушку развернула и отбросила на Kia водитель, который ждал, когда освободится дорога и можно будет совершить маневр. В результате аварии пострадала 42-летняя женщина и 4-летняя девочка. Их госпитализировали в травматологический центр РКБ. Без спроса сел за руль, протаранил иномарку и был задержан на месте. При этом владелец пострадавшего автомобиля заподозривал, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Все произошло сегодня днем при разгрузке товара у одной из торговых точек. В тот момент, пока водитель-экспедитор отвлекся на заполнение накладных, грузчик сел в машину и попытался поехать. Но сделать это не удалось. Он задним ходом протаранил кроссовер Toyota и был задержан по подозрению в попытке угона. Причем сам мужчина уверяет, что действовал исключительно из благих побуждений. И никакого злого умысла у него не было. А иномарку просто не заметил в зеркало заднего вида. Такой угон, я ничего не собирался угонить. Я ни разу в жизни за руль не сидел. Как я мог убрать? Просто меня попросили другие водители убрать, чтобы он может был поехать. Хотел поскорее заехать во двор, но создал проблемы как себе, так и окружающим. На улице Юлиса Фучика «Шевроле-Авео» подрезал автобус. В результате резкого торможения и последующего столкновения пострадала пассажирка многотонника. Женщину пришлось доставлять в травмпункт. Подробности расскажет Анна Городнова. По своему полосу, по своему маршруту ехал. Как рассказал водитель автобуса, он только отъехал от остановки. Двигался по своей выделенной полосе. Вдруг ему на перерез выехала «Шевроле-Авео». Водитель иномарки явно намеревался заехать во двор. Я по своему полосу ехал. По автобусу не пострадал. А как он справа обогнал? Получается, слева, наверное, обогнал? Я вот так ехал, да, он мне вот так подвезет. А он на поворот шел? Да, он на поворот шел. Маневр не удался. Иномарку развернуло после удара. Ее водитель не пострадал. Рассказать, почему нарушил правила дорожного движения, мужчина также не пожелал. Скажите, как ваши сверсты подошли? В результате столкновения упала 39-летняя пассажирка автобуса. По предварительным данным, женщина получила ушиб мягких тканей голеностопа. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Хотелось сэкономить время, рискнув здоровьем. Женщина оказалась в больнице после наезда на нее автомобиля Киа. Инцидент произошел вечером на пересечении улиц Клары Цеткина и Урицкого. По предварительной версии, пешеход переходила дорогу в неположенном месте, что сыграло в происшествии главную роль. Рамиль Шайдулин. Далее. Палец поврецует. По рассказам автоледи, женщина, переходившая дорогу, не получила серьезных травм и даже не упала после столкновения. Судя по всему, автомобиль наехал ей на ногу. Водитель рассказала, что попросту не увидела пешехода. Тем более, что для перехода дороги место здесь не положенное. Отсюда поворачивал, за стойки не увидел пешехода, наездил ануку. По предварительной версии, иномарка, выезжая с улицы Урицкого, повернула налево в направлении Клары Цеткин. Женщина переходила дорогу там, где нельзя. Впрочем, так здесь делают многие. Сужить, я здесь ходил, вот так, а сейчас мне ходить надо туда. Неудобно. И вы, получается, решаете, надо ходить. Ну вот, сейчас, сейчас нарушаю. А какое нарушение здесь, я не думаю, что здесь нет. Ну вот, что нет зебры, ничего нет. Ну, зебры нет, а где-то есть. Люди жалуются на неудобства пешеходных переходов. Чтобы добраться до нужного места, говорят, нужно дожидаться разрешающего сигнала трех светофоров. И поэтому, экономя время, пешеходы сознательно нарушают правила, даже ценой здоровья и угрозой жизни. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Между деревьями у дома 53 по улице Ферма 2 застряла нога 7-летнего мальчика. Такое сообщение поступило сегодня утром по единому номеру вызова экстренных служб 112. Самостоятельно освободиться ребенок не мог. Помочь ему это сделать окружающие были не в силах. Приехавшие спасатели справились быстро. Они освободили мальчика при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. И тут же передали его бригаде медиков скорой помощи. Колумбийские болельщики спасли то, на чего в казанке пьяного мужчину. Видео затем авторы выложили в социальные сети. Как написал в комментарии болельщик, они сидели в кафе на набережной казанки. Вдруг мужчина, который был рядом, разделся и прыгнул в воду, преодолев забор. Гости Татарстана пошли посмотреть на пловца и поняли, что он тонет. Не помочь ему они не смогли. В итоге мужчину вытащили на берег, после чего его еще долго не могли отправить домой. А затем и поделились кадрами спасения со всем миром. Я не знаю, как ты сказали. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Продолжение следует.